В Москве отметили 300-летие со дня рождения Махтум-Кули-Фраги. Торжественный концерт собрал поклонников творчества великого поэта и мыслителя. Туркменская поэзия и российская музыка объединились на сцене Московской консерватории имени Чайковского. В Московской консерватории имени Чайковского собрались поклонники творчества поэта и мыслителя Махтум-Кули-Фраги, чтобы увидеть новое современное прочтение его произведений. В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения основоположника туркменской классической литературы. Торжество состоялось в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». Мне кажется, это поистине имеет огромное культурное значение. Сегодняшнее мероприятие на исторической сцене Московской консерватории в честь выдающегося туркменского поэта. Трехсотлетие отмечается во всем мире и Россия приняла колоссальное участие. И я думаю, что сегодня состоялся как раз мост дружбы, мост культуры, мост просветительства. Имя Махтум-Кули несет свет, добро, истинные человеческие ценности. И сегодняшняя московская публика познакомилась с его бессмертными произведениями. Российский читатель знаком с работами Махтум-Кули-Фраги во многом благодаря Ивану Голубничему. Он перевел почти 250 произведений. И за это еще 10 лет назад был удостоен государственной награды Туркменистана Махтум-Кули-Фраги. И в этом году я был в Ашхабаде на научной конференции, посвященной Махтум-Кули-Фраги. Выступал с докладом. И хочу сказать, что это большое событие не только для Туркмении, но и для всей мировой литературы, для всего мира, потому что в наше ожесточенное время стихи великого гуманиста необходимы. Они возвращают нас к основополагающим ценностям бытия, напоминают о том, что мы люди, что мы должны чтить свои традиции духовные и жить в братстве и дружбе. Актуальность поэзии Махтум-Кули-Фраги в современном мире отмечают все, кто знаком с произведениями великого философа. Его творения имеют огромное значение и в развитии дружественных отношений между Россией и Туркменистаном. С посольством Туркменистана, с Туркменистаном мы взаимодействуем уже довольно давно. Мы проводили совместную конференцию, посвященную Махтум-Кули-Фраги, 300-летие, которое отмечается в этом году. И в ближайшее время, мы с господином послом еще будем обсуждать конкретную дату, у нас в атриуме библиотеки иностранной литературы, где установлены бюсты великих философов, писателей, политических деятелей, будет установлен бюст Махтум-Кули-Фраги. Эта инициатива важна для сохранения наследия великого поэта, который оставил глубокий след в сердцах многих поколений. Современные творцы также черпают вдохновение из его произведений. Среди них Айлар Сапармурадова. На концерте девушка представила авторское произведение под названием «В моих садах цветет шафран». Наш великий поэт Махтум-Кули-Фраги очень любил эти цветы, воспевал этот цветок в своих стихах очень часто. Это вдохновляло его на создание вот этих прекрасных стихов о природе. Поэтому меня тоже это вдохновило на написание своего нового сочинения. В этот же вечер состоялась премьера монооперы Мамеда Гусейнова, а его сын Дарий отметил свое десятилетие. А потому для семьи Гусейновых этот вечер стал особенным событием, объединяющим личное и профессиональное. Я счастлив, что премьера моей монооперы прошла сегодня. Ну, это для композиторов всегда радость. А еще в честь такого любимого, можно сказать, поэта, когда произведение звучит это, вдвойне приятно. Впечатление у меня отличное. Все очень хорошо пели. Я в восторге. И я вообще рад, что мой день рождения в таком обществе. Я очень рад, что мой папа такой. Три часа концерта пролетели незаметно. Каждое выступление было насыщено эмоциями. И зрители бурно поддерживали артистов. Тем более, что уровень исполнения был по-настоящему высоким. Обычно человек устает от такого обилия серьезной музыки. Но я могу сказать, что уровень исполнительского мастерства, который был у артистов, и та душа, которую они раскрывали во время исполнения этих произведений, она просто завораживала. Были такие номера, когда я просто, наверное, громче всех аплодировал, сидел на первом ряду и кричал «Браво!». Немаловажно, что в этот вечер на сцене выступали как туркменские, так и российские артисты. Программу подобрали так, чтобы подчеркнуть единство народов двух стран и значимость культурного обмена. «Я хотел бы от всей души поздравить и представителей Туркменистана, и посольства, в первую очередь, и организаторов этого концерта. Потому что, на мой взгляд, таких концертов должно быть больше. И мы их должны показывать в эфире не только телеканала «Большая Азия», не только в новостных выпусках. Мы должны делать более полномасштабные концерты национальных, особенно тех государств, которые сохраняют дружные отношения с Россией и смотрят сегодня в будущее». Трехсотлетие Махтум-Кулифраги широко отмечается в России. Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань в этих и других городах проходят и будут проходить торжественные мероприятия в честь поэта. Как отметил посол Туркменистана в России С.Н. Айдагдыев, в Туркменистане высоко ценят это, всегда подчеркивая, что культурное, гуманитарное, образовательное сотрудничество между нашими странами является прочным мостом стратегического межгосударственного партнерства.